Сейчас я хочу вам показать, как работает чешское метро, что здесь происходит и чем здесь занимаются люди. Вот именно эти люди сейчас стоят у банкомата для того, чтобы там снять деньги. Как вы знаете, банкомат это устройство для индивидуального пользования, и в Чехии люди вот стоят, выжидают такую определенную дистанцию, чтобы не подходить близко и не напрягать того человека, который снимает деньги. Я в России такого вообще не видел, все обычно стоят практически над душой и смотрят, что ты там нажимаешь, какие пин-коды вводишь и какие суммы получаешь. Здесь же нет, все в рамках закона и приличия. Ну а мы пока что пойдем вниз и посмотрим, что же происходит в самом метро. Билеты можно купить в таких автоматах, которые стоят различные деньги, и сейчас посмотрим среднюю стоимость билета. Вот бывают они совершенно разных расценок. Вот сколько получается, 18 кром до 5-дневных билетов, которые сейчас существуют. Также можно получить некоторую консультацию в специальном окошечке. Я помню, в таком окошечке лично получил бесплатную карту в Фраге. А вот это специальное устройство, перед которым нужно пробивать билеты. Билет вставляется в то маленькое окошечко, где чернота, и указывает зеленая стрелочка, и там ставится лишь текущая дата, от которой активируется билет. Далее просто вы катаетесь в указанное время стоимости билета. Некоторые почему-то глупые студенты и туристы пробивают эти билеты по несколько раз в каждом автобусе, несмотря на то, что они, эти изданки, уже могли давно истратить свое время действия. Видимо, так маскируют просто определенный интервал, чтобы, если их и поймает контроль, то не смог их как-то определить время начала действия билета. Ну, а сейчас мы вошли внутрь. Это, поскольку конечная станция метро, то это приехал состав, который как раз-таки конечный. Это специальный человек, водитель, который сменяет людей, и сейчас все выходят, туристы. Мы постоим, посмотрим, что будет происходить. Обычно еще есть специальные люди, которые проверяют, все ли вышли из вагонов. Составы имеют маркировку у фирмы «Шкода», но говорят, что это отреставрированные советские вагоны, и просто в них сделали косметический ремонт, внеся некоторое удобство. Дверь автоматическая, и на них есть желтая кнопка, на которую необходимо нажать, если вы хотите выйти. С другой стороны, то же самое. Также есть монитор, на котором отображается видеокамерой, что происходит сейчас на железнодорожных путях. Также есть еще одно интересное устройство, на котором показывается текущее время. Также еще ниже есть время от последнего состава, по которому можно примерно рассчитать, когда будет следующий нужный маршрут. Само метро внизу выглядит, я думаю, стандартно, как и во всех прочих метрополитенах. Есть, разумеется, такая психологическая черта, которая отделяет необходимую безопасную зону. Туристов здесь много, потому что это зеленая ветка метро, и здесь как раз-таки приходят автобусы аэропорта. Поэтому здесь многие люди просто добираются до центра. Также есть и фанаты велосипедов, которые не любят крутить педали и передвигаются на велосипедах даже в метро. Так, на каждом метро есть такая специальная табличка, на которой можно посмотреть все необходимые маршруты и направления. Поскольку я сейчас на конечном, то я поеду на правом маршруте. Опустите, проси, безопасность не пас. Опустите, проси, безопасность не пас. В направлении Депо Хастеварь. Также есть некоторые информационные интересные таблички с информацией, на которых также можно прочитать все необходимые сведения по маршрутам. Опустите, проси, безопасность не пас. Вот эта штука предназначена для получения информации по запросу. Она работает с помощью интернета, и там в ней встроен браузер. Туристов очень много, как вы видите. Все они ждут метро. Там вдалеке есть лифт для инвалидов. Сейчас я туда попытаюсь подойти. Есть лавочки, на которых можно также посидеть в случае усталости. Урны, разумеется. Лифты для инвалидов, между прочим, работают. Но на них поднимаются не только инвалиды, а те люди, которым просто лень спускаться по лестнице. Стоит стенд с объявлением, на котором тоже есть некоторая служебная информация. Сейчас приедет метро, и мы на нем немного прокатимся. Также есть табличка информационная, на котором обычно показывается некоторая служебная информация. Вот уже подъезжает нужное мне метро. И на нем мы сейчас и поедем. Поскольку это конечное, двери откроются автоматически, ничего нажимать не нужно. Вот мы зашли внутрь, сейчас поедем. Это работник метрополитена, и, видимо, он тоже куда-то едет с рабочей смены. КОСОМАНСКИ Пряжищий паникер – Караченская. КОСОМАНСКИ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok